коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня по просьбам зрителей разберем как правильно по моему мнению опять таки делать бэк теста forward теста что учитывать при тестирование своих каких-то точек входа на истории с чего начинать как подходить как вести статистику обо всем понемногу надеюсь будет интересно напоминаю что на площадке картель market размещенный курс ссылочка будет под видео если кому-то интересно погрузиться в интродей входы со среднесрочным удержанием добро пожаловать будет интересно значит с чего начинаются любые вообще любые сделки в реальном времени на адекватный депозит данный рабочий я рекомендую настоятельно делать бэк тесты после бэк тестов делать forward тесты что это такое чем они отличаются и как ним подходить значит для бэк теста мы берем по очереди любые торговые модели любые сетапы любые точки входа и смотрим только их по очереди то есть не смешивая стиле торговли если мы смотрим ложные пробои мы смотрим значит только ложные пробои если мы смотрим пробойной информации значит только пробойные чтобы не происходило при просмотре истории то есть обращаем внимание только на ту торговую модель которую мы тестируем тем самым мы будем закреплять зрительную память и когда у нас будут складываться ситуации в реальном времени мы уже не будем думать так ли мы думаем верно неверно мы будем знать что на истории это работает форвард тесты тоже сейчас расскажу мы провели и это работает значит мы это применяем в торговле применяем в торговле подразумевается что мы заходим не на какие-то копеечки а уже полноценными объемами полноценными ордерами то есть бэк тесты это всегда история и бумажные сделки форвард тесты это бумажные сделки либо бумажные в кавычках да это могут быть там вот на трейдинг юб есть инструменты это могут быть демо счета на форекс и на мета трейдере это могут быть центовые счета для того чтобы много не терять при тестировании и какие-то мин лоты если мы рассматриваем фондовый рынок либо криптовалюту то есть можно совсем на копеечки заходить опять-таки мы будем использовать стоп лоссы и когда мы будем терять копеечку круто очень малую часть от микро сделок это будет несущественно но мы уже будем понимать риск мы будем понимать как работать с цифрами и у нас будет формироваться статистика статистика очень важно статистику рекомендую вести следующим образом для бэк тестов и форвард тестов при торговле сюда можно будет добавить там объем входа до размера стопа не знаю не только в значениях но в процентом соотношении от депозита можно сюда накидать именно денежное выражение то есть различные нюансы тонкости с которыми в будущем нужно будет работать значит самое важное указываем тикер уровень который работаем модель которую работаем ну точка входа стоп лоссы take profit здесь просто значение итог но либо плюс либо минус то есть здесь без каких-либо точности уточнений это в данном случае это лишнее то есть на бэк тестах и существенную роль играет как сбор статистики уже в реальной торговли определяемся с моделькой если мы торгуем например ложный пробой то у нас будет только ложный пробой если мы например торгуем импульс ретеста значит только ретесты ретесты в свою очередь могут быть например там касания ну вот на фунте будем сейчас разбирать ситуацию да есть уровень мы пробиваем уровень и идем на возврат вот этот возврат может сопровождаться обоим если здесь появляется лимитка может сопровождаться ложным пробоем ложным пробоем двумя барами сложным можно пробоем то есть это уже не суть сложный ложный пробой да в свою очередь может завершиться узкое на торговли и именно торговкой перед уровнем а это будет под пробой по модельке сложно ложным побоя на локальном там фрейме той ситуации может быть масса разных значит на метатрейдере есть специализированный софт дополнительный есть платные бесплатные функционал там не сильно отличается я не знаю рекламировать наверное не буду в общем в интернете можно посмотреть можно отматывать график можно разделять окна там дневка часовик пятиминутка кому как удобно я торгую дневку плюс пятиминутка то есть уровни из дневки входы на локальных таймфреймах m5 m15 если инструмент же выходит можно на минутке посмотреть то есть здесь подходы у каждого будут свои значит на трейдинге мне нравится здесь есть функция симулятор рынка можно заглянуть в историю приключиться на младший таймфрейм и посмотреть что все-таки там происходило и была ли там точка входа и дальнейшая какая судьба была у сделки у той или иной значит уровень 1 2972 уровень с истории мы его пробили и вот вернулись очень-очень издалека на ретест пробитого уровня то есть рынок forex он ходит такими диапазонами ретесты пробитых уровней довольно таки частое явление применял применяю и буду применять в торговле моделька нравится по торговле именно импульс ретестом значит начнем если мы рассматриваем forex фондовый рынок тоже на индекс надо заглядывать индекс доллара как поводы что с ним происходит интересует вот этот период когда у нас фунт вышел в пробойную плоскость индекс у нас аналогичным образом вылез за локальную точку излома я ехали быстро без откат на а значит что это движение может завершиться как минимум каким-то откатом вот в этом откате можно попробовать поучаствовать то есть индекс выходит в в этот диапазон до пред пробойную плоскость относительно вот этого движения и закрепляется то есть день 2 3 4 и на пятый день мы идем на ретест опять-таки пробитого уровня на фунте картинка аналогичная мы закрепляемся день 2 3 4 5 и опять идем к пробитому уровню уже сверху вниз берем симулятор рынка отрезаем график по тому дню когда нас это интересует переключаемся на локальный таймфрейм кто что торгует я напоминаю да люблю связочку именно d1 плюс m5 инструментарий здесь можно изменять скорость обновления котировок можно запускать и график будет жить можно переключаться по бар на да то есть один щелчок один бар издалека смотрим что есть какое-то движение вниз у нас здесь локальная к тенденция с понижающимися хаями и лаями не общем все хорошо и начинается коррекция которая может завершиться до где-то вблизи уровня либо немного выйдя в пред пробойную плоскость и сформировать здесь возможно там нужно пробойную что-то то есть мы ждем выхода в пред пробойную плоскость то есть вот сюда вот в эту область и будем торговать под уровнем форт значит ну здесь азия азия с утра ранним утром получился инструмент у нас поехал к уровню значит после того как инструмент пробивает уровень по базовым условиям торговли ложного пробоя одним баром то есть на дневке мы размещаем свой ордер под уровнем со стоп лоссом за хвост ложного пробоя если хвост далекий то значит ставим расчетный стоп лосс и пытаемся забрать откатное движение про торговлю ложных пробоев я рассказывал уже в одном из видео с примерами сделок ситуация аналогичная значит мы ждем когда инструмент вернется в пред пробойную плоскость и там будем заходить есть закольчик и вот следующая пятиминутка закрывается под до уровнем для нас это точка входа со стопом сразу за хвостик ложного пробоя то есть нет смысла ставить какой-то расчет на далекий стоп так как ложный пробой совсем коротенький ну и по тайкам я не знаю там крипте там 3233 к одному для того чтобы покрыть комиссию бывает чуть меньше форекс условно 3 к одному 32 там 307 значит нам необходимо забрать лишь небольшое движение можно запустить чтобы не щелкать немного подождать видим что сделочка отработала идем статистику записываем пикер фунт-доллар уровень модель ложный пробой дни барон на твх на стоп лосса цена так профит итог плюсик ситуация отработала берем те же самые условия идем на различные инструменты ищем в моменте на графике то есть когда уже отрисовано когда мы видим историю прошлого и будущего когда мы на графике видим уже что было после и смотрим анализируем момент входа когда мы предполагаем открытие сделки собираем первичную статистику 15-20 ситуации набрали смотрим динамику если плюсов больше чем минусов значит моделька условно работает переходим на форвард тесты и ищем все то же самое но в реальном времени например размечаем уровне выставляем уведомления ждем когда инструмент подходит можно использовать тот же самый инструмент на трейдинг и входы вот эти стопики и тейки очень удобно визуально можно делать скрин момент кода сделка момент кода сделка итог для того чтобы собирать те самые картиночки которые в будущем очень сильно пригодятся для анализа возможных каких ситуаций будет запоминание будет наработка опять-таки статистике будет понимание приходить когда можно заходить когда нельзя заходить если инструментом идет с откатами то заходить можно если инструмент валит на паранормальных барах понятное дело что в условиях очень большой волатильности входа нет плюс такими ситуациями мы рассматриваем но в данном случае да у нас . входа там 5 часов 20 минут самое начало домашки для меня то есть но могу поймать могу не поймать значит сделочки такой не будет но она возможно и допустимо и это нужно зафиксировать в будущем это очень сильно пригодится потому что будет зрительное восприятие в момент точки входа то есть когда мы уже не думаем мы думаем дом как подошли сколько прошли и так далее на что что было до в момент точки входа думать некогда нужно просто быстренько проверить выполнение условий и открыть сделку с опять-таки заранее определенным убытком тейком и так далее то есть такой подход системный позволит наработать зрительную память и очень сильно облегчит дальнейшие какие-то сделки которые предполагается до что в дальнейшем будут совершаться либо если там не получается торговать модель например ложного пробоя значит мы ее просто убираем сторону и заходим например только пробойные сделки или у кого-то не получается пробойные модельки но неплохо работают ложным пробойным значит ребалансируем входы и работаем только то что понимаем и что на истории работает в при проведении форвард теста работает значит можно предполагать что это будет работать и в реальной торговле главное уже не сомневаться сомневаться нужно до когда моделька формируется когда модель сформирована мы уже не думаем и просто заходим в сделки вот надеюсь было интересно всем пока и удачи а и 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